Всем здравствуйте! Сегодня у нас посылка с тканями. Посылка большая, красивая, яркая. И вот прошла уже большая часть зимы, половина уже точно перевалила, и уже хочется чего-то такого яркого, сочного, весеннего. А, наверное, к концу февраля у меня уже всегда посыл на такое что-то летнее и интересное. Сегодня мы с вами рассмотрим ткани, я расскажу свое видение, что я хочу вообще из чего шить. И здесь у меня ткани подобраны, очень красиво сочетаться будут в таких комплектах. Это тоже очень интересно. Все ткани у нас из интернет-магазина Атлас. Ссылочки вам обязательно оставим в описании на магазин, на ткани. И мне очень нравится, когда присылают еще кусочки. И на следующий раз я уже для себя могу определиться и решить что-то выбрать из этих кусочков. Потому что, когда мы щупаем с вами, видим, то, естественно, выбор становится гораздо проще и легче. А теперь давайте будем распаковывать. Она всегда красиво упакована с этого магазина посылка. И будем все ткани рассматривать. Итак, давайте по порядку рассматривать. Первое, на что обращаю ваше внимание, это вискуза французская. Она имеет стрейч. Очень приятная на ощупь. Подойдет для... Ну, это более такая легкая одежда. Подойдет для блузки. Подойдет для платья. Но это не зимнее платье, чтобы вы понимали. Это весна. Это можно использовать для лета. Очень красивое сочетание бирюзового цвета, такого вот желто-лимонного на бежевой основе с таким еще каким-то темно-зеленым оттенком. Вот здесь вот как пунктирными линиями все прорисовано. Я сюда же... Вот смотрите, какое прекрасное сочетание Дона Креп. Я уже Дона Креп, это уже третий отрез с этого магазина, потому что он очень приятный. Он очень приятный в работе. Он очень приятный, этот Креп, к телу. Он тоже не плотный. Очень хорошо подойдет именно для сочетания, смотрите, вот с этой тканью. Это может быть какой-то комплект. Допустим, вот мы выберем и шьем платье. Нарядное, красивое, яркое будет. Если мы вверх сделаем, допустим, вот такой вот, или это будет блуза, и вот такая юбка. Чудесный комплект, и я думаю, что, конечно же, он будет привлекать внимание и взгляды. Сделать наоборот, можно наоборот, сделать какую-то юбку, допустим, клешоную, и сделать вот такой вот жакетик. Тоже будет чудесно сочетаться. Сюда же, вот пока откладываю в сторону, сюда же будет подходить и вот эта вот желтенькая ткань, да, тоже для сочетания. Ну, пока вот так вот я накрываю все и рассматриваем дальше. У меня здесь есть чик, при желании я потом буду, ну, вдруг забывать название ткани, буду, конечно же, подсматривать. Это тоже вискоза французская, тоже очень такая приятная, такая же, как и первая ткань. Красивое сочетание. Здесь такой цвет голубой под джинс, можно сказать. Бежевый цвет, очень красивый. Он даже такой бежево, с каким-то персиковым отливом, сочный такой, желтый, насыщенный. Сюда мы можем использовать для комплекта. Костюмка Бьянка. Сочный, желтый оттенок. То же самое можно сделать, допустим, платье в сочетании с этими тканями. Это могут быть комплекты, это может быть, допустим, вот такое платье, вот такой жакет, юбка, жакет. Может вообще дополнять одну и другое. И еще одна костюмка Бьянка, тоже прекрасно подходит сюда. Я не знаю, вот передает ли камера настолько вот этот вот оттенок. Он идет бежево, с каким-то таким персиковым, передает с персиковым отливом. Очень тоже красиво. Смотрите, вот я беру прекрасное сочетание. То есть вот мы пошили две блузки, простите, две юбки, но, допустим, вот такие яркие, сочные. Сшили вот такую блузку и все, мы меняем. Либо пошили платье, пошили два жакетика и один жакетик один день одели, на второй второй жакетик одели. И будет уже как бы как два комплекта. Либо что-то дополнили, какие-то детали где-то. И, конечно, сочетание просто изумительное. Это у нас костюмка-парижанка. С такой костюмки-парижанки я сшила блузон. Здесь абстракция. Тоже он имеет растяжимость, приятный на ощупь. И не мнется. Вот это очень важно. Я не люблю, когда ткани сильно мнутся. Вот ли он, допустим, прекрасное натуральное полотно, но он мнется. И вот вызывает у меня какой-то он такой, знаете, то ли неуверенность в себе, то ли когда ты идешь и примятый. Ну, конечно же, в нем классно и хорошо. Сочетание цветов. Синий, розовый, вот такой вот какой-то персиковый. На молочном цвете все это идет. И сюда, к этой ткани, прекрасно подходит. Кстати, я не заказывала большие отрезы. Я взяла по полтора метра, потому что хочу сделать красивые комплекты, чтобы одевать и чтобы глаз, знаете, так радовало. Прекрасно сочетается. То же самое можно как угодно. Вверх, низ. Либо наоборот, низ, вверх. Здесь уже можно поиграть за счет, у кого какая фигура. Если вам нужно, чтобы какая-то часть, вот, допустим, вы берете с абстракцией и делаете, и вы, ну, образно говоря, да, возьмем фигура груша. Если мы возьмем вот такую вот абстракцию, еще юбку пошьем, допустим, такую ровненькую, то мы наоборот как бы себя увеличим. Если мы наверх сделаем вот так, на низ вот это, ну, будет наоборот немножко такая гармония в фигуре создаваться. Еще заказали мы здесь на два выпускных платья. Я думаю, что выпускная тематика интересна будет многим. И мы будем шить два выпускных платья. Одно маме, одно дочери. Для этого мы выбрали венецианское кружево. Очень красивое, нежное. Вот вы знаете, оно вот как на паутинке. Как будто идет на паутиночке. Но к нему идет атлас. Поэтому я сейчас наброшу сначала атлас манго. Атлас манго можно использовать при желании. Как одну сторону, так и вторую. Это не такой легкий атлас, да, который имеется. Это такая атласная ткань, которая имеет и стрейчивость, и здесь и плотность. У него, ну нельзя сказать, что это такая, знаете, дубовая ткань. Но она вполне-вполне такая приятная. Эта плотность и прекрасно подойдет для подкладки под венецианское кружево. Цвет такой нежно-голубой, я бы даже сказала, с лавандовым каким-то отливом. И кружево тоже лавандового цвета будет отлично сочетаться. Не та сторона, сейчас-то изнанка. Значит, по кружеву. Обращаю ваше внимание, что оно не широкое. Здесь где-то ширина метр десять, кажется, если я не путаю. Нашиты пайетки. Пайетки прозрачные, придают слегка-слегка блеска. Пайеток здесь немного, они ненавязчиво смотрятся. Наоборот, придают такой вот блеск. Потому что, ну, за счет, наверное, своей прозрачности и поблескивания очень-очень нежно смотрится. Две стороны фестончиками идут. Поэтому, когда вы набирать будете, допустим, вот такое кружево, если вы будете планировать, то вы должны понимать, что у вас крой будет идти вот так вот. Вот это будет длина. И будете набирать объем. Ну, например, образно говоря, шьете прямое платье. Обхват бедер сто, обхват руки вы тоже берете, допустим, тридцать. Значит, вам уже минимум надо 140-150. Поэтому это учитывайте. Это очень-очень важно. Ну, очень красивое сочетание. Не сказала я название ткани. Вот это костюмка Креп Софи. Небольшой такой растяжимость. У нее все-таки, ну, так сейчас отброшу на диванчик. Атлас Манго я пока оставляю, потому что подкладочные ткани, то, что будут у мамы и у дочери, будут одинаковые. Поэтому вот здесь вот тоже большой кусок, тоже отбрасываю в сторону. И с вами теперь рассмотрим сетка. Сетка нежно-голубого цвета, такого небесно-голубого. Она идет с люрексом. Эта люрексовая нитка поблескивает ненавязчиво. Вот то, что мне нравится. И тоже красиво очень смотрится сочетание вот этого вот атласа. Чуть-чуть просматривается. Ну, вот, кстати, через сетку, казалось бы, да, такая тонкая сетка, они настолько накладываются друг на друга, и кажется, что вообще это одна тональность. Платье будет такое пышное, юбка пышненькая. И по низу юбки, ну, в принципе, мы все будем показывать, обзоры готовых изделий. Я буду показывать, что мы будем и по низу юбки делать, чтобы вы при желании, кто захочет тоже пошить платье, чтобы вы могли повторить. Сама сетка такая вот, ну, хорошо тянется, она стрейчевая. Вот так давайте сейчас складываю. И в долевом направлении она не тянется. Это хорошо. А так будет хорошая посадка. Жаккард. Это креп-жаккард, кажется. Барвинок называется. Тоже нежно-голубого цвета. Ну, чего-то, видите, она голубая, как-то меня прям понесло и пробило, можно сказать. Значит, не сильно плотная, не сильно толстая, но при этом и не тонкая. Это жаккардовая ткань. Имеет растяжимость небольшую, но имеет. Идет такой, как цветочный какой-то принт, но цветы здесь сильно не видны. Больше, я бы сказала, какой-то орнамент. Цветочки вот так вот чуть-чуть выдавлены. Растяжение в долевом направлении тоже небольшое. Прекрасно подойдет и для пошива таких платьев стильных, сдержанных. Можно пошить платье футляр. Будет красиво смотреться. Это могут быть и платья расклешенные, какие-то костюмчики, и брючный костюм, может быть, и с юбкой тоже будет смотреться так элегантно. Трикотаж принтованный с вискозой. Он такой плотненький довольно-таки. Полосочка. И здесь то ли стрелочки, то ли рыбки. Ну, вот так вот смотришь. Ну, наверное, не рыбки, а идут какие-то вот как стрелочки. Голубого оттенка. И рыжая здесь еще есть такие, какие-то тоже стрелочки. Ну, вот, вы знаете, здесь вот можно и платье шить, и мужская одежда. Вот здесь тоже присутствует. Какой-то свитшот, какой-то джемперочек. Красиво смотреться будет с джинсами. Ну, вот в моем видении, да, допустим, для мужчины взять пошить, и с джинсами будет классно. Для себя любимой пошить какую-то тунику тоже с джинсами хорошо. Потому что будет красивое такое вот, ну, сочетание. Так, это подкладку пока откладываем. Трикотаж модал. Прекрасно тянется. Просто прекрасная здесь растяжимость. Может, кому-то понравится, и кто-то сошьет платье. Водолазка. Смотрите, какое шикарное. Шикарно-шикарно тянется. Если фигура позволяет, платье, футляр, такой в обтяжечку, идеальная будет посадка, и очень комфорт замечательный, конечно же, придаст эта ткань. Это трикотаж туника в сочетании, допустим, с голубими джинсами, с такими рыжими джинсами, с серыми какими-то брюками. Тоже будет красиво смотреться. Либо какой-то блузон, либо платье. Ну, здесь тоже, кстати говоря, для мужчин тоже подойдет. И еще мы будем шить пальто. К пальто я подобрала, называется она резинка, помню, сейчас я вам скажу, плащевка-резинка. Думала, что-то еще здесь слово какое-то будет. Плащевка-резинка с подкладкой. Синтопон между подкладкой и самой плащевкой. И вот она такая, знаете, ну, хорошо тянется. Сейчас вот вам повешу. И тянется в направлении, смотрите, тоже вам показываю, что вот идет направление долевое. То есть в долевом направлении, смотрите, какая растяжимость идет прекрасная. Поэтому для пошива нужно использовать, ну, вот я, по крайней мере, буду использовать, чтобы вот идет как бы отстрочка, и вот эта вот часть будет идти по направлении длины. То есть именно долевое направление здесь послужит поперечное, да? Вроде бы как поперечное, но будет идти по долевому. Почему так? Почему не по-другому? Ну, потому что при такой вот сильной растяжимости, ну, если наоборот мы с вами используем, то вполне возможно где-то что-то будет оттягиваться, провисать, а это нам не нужно, нас так не должно устраивать. Поэтому вот именно в таком направлении. И когда я заказывала, я не знала, кстати говоря, этого, как оно тянется, и не уточнила. Можно было уточнить. Поэтому тоже смотрите на свои объемы, на обхваты. И если вдруг кто-то использует тоже эту же ткань для пошива, то вы уже будете знать. И подкладочную ткань я подобрала в черном цвете. Это трикотаж. Само пальто уже я буду шить как вариант весенний. Поэтому, ну, больше сюда мне ничего не надо. Если кто-то хочет, допустим, как зимний вариант, вы можете и купить подкладку уже, которая тоже будет простеганная. Ну, либо взять еще какой-то утеплитель. На этом все. Надеюсь, ткани вам понравились. Пишите, что, из каких тканей вы видите. Буду очень признательна, потому что я тоже... Ну, у меня есть уже для себя какие-то планы по тканям относительно цветовой гаммы и так далее. Ну, а вам буду очень признательна, если вы увидите что-то другое, более, может быть, интересное, чем я. И я смогу перестроиться. Продолжение следует...